здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема роза это настолько злободневная тема что вы через 12 задаете одни и те же вопросы я хочу на них ответить вопрос всегда вот такой вот большой как высадить розу вот такую вот с листьями это то что мы покупали в магазинах и что с ней делать дальше и а если она вот постояла у меня побелела а у меня пожелтела а у меня в общем короче вопросы бесконечные слушайте внимательно посмотрите пожалуйста вот это розы которые перезимовали это та самая знаменитая королева лизавета у нее сейчас подождите так у нее вышли побеги они крепкие толстенькие видите зеленые такие розовые темные их вот много на каждом кустике есть побеги вот то что на верхней части ничего нет и это не страшно мы же с вами высаживаем так чтобы у нас на палец до стебли ушли под землю вот скажите мне вот логически если у этих роз которые растут в природе еще нет листьев а те которые появились первые замерзли так можно ли вот эти вот красотки высадить не даже не думая о том что вдруг заморозок вернется а вдруг они замерзнут вам что все равно что ли поэтому давайте запомните пока у этих роз не появятся настоящие листья побеги пока они не начнут идти интенсивно в роз эти зачем высаживать но какой смысл в этом вы поймите что розы то у нас разные если это канадская роза конечно она гораздо хладостойкие чем эти чайно гибридные чайно гибридные они очень нежные на самом деле и конечно если вы не можете высадить но устройте им пожалуйста вот такой вот питомник налейте воды в ведро вот они у меня стоит таком горшке там вот такие отверстия у них видите так удобно ничего не ломается ничего не это не страдает я оставлю в ведро там вода вот так вот то есть упаковки проткнуты как я люблю делать ножницами и эти розы будут совершенно спокойно себя чувствовать но не на улице теплица и пока не наступит то благодатное тепло которое нужно этим красавицам я даже в теплице прикрою их слегка 17 укрывным то есть 17 грамм на метр от солнечных ожогов которые от града потому что они не знакомы с воздухом они не знакомы с солнцем которое без стекла они просто погибнет вся зеленая масса вам же это не надо я тоже думаю что нет и если вы все-таки рискнули высадить розы все-таки я надеюсь что в лунку вы положили все что ей положено и дерновую землю и перегной и доломитовую муку и конечно костную муку неважно мясо или рыбокосную и конечно же немного суперфосфата то есть все так как любит эта красотка но если вы высадили ну ставьте вот так палки сделайте занавеску по кругу около куста из тонкого укрывного все-таки солнечные лучи для нее это очень пагубно это же не важно чем обожжется она холодом или жарой солнцем это же не имеет значения уже главное ее сохранить поэтому открывать ее надо ну можете вечером часа за два до захода солнца когда она не жаркая и не яркая можете открыть ее когда погода вот такая вот пасмурная тогда нет прямых солнечных лучей и она не будет так страдать и привыкнет и может быть у нее не побелеют листики сейчас она зеленая посмотрите здесь три розы одинакового сорта это мадам дель бар вот такая вот будет красная роза замечательная просто но все-таки услышьте свою добрую тетю таню и делайте того чего не надо пожалуйста вы как-то упрямо все делайте то чего не надо и не делайте того что надо ну пожалуйста ну вот на этом закончу всего доброго вам и до свидания